Термаол шейх, первый проповедник ислама и джихады среди чеченцев. По преданию первым, или одним из первых, проповедников ислама среди чеченцев, проживавших в Нахчмойке, Ичкерии, юго-восток нынешней Чечни, стал некий человек по имени Термаол, провозглашенный своими последователями шейхом. Предположительно, он жил либо в конце XVI века, либо в конце XVII, начале XVIII века, своей тактикой он избрал не путь терпеливого убеждения, а беспощадную священную войну, газоват, с теми соплеменникам, кто не внимал его речам и продолжал упорно держаться христианство и язычество. Вот, что о Термаоле и его деяниях рассказывает известный чеченский этнограф XIX век Умалат Лаудаев. В преданиях народа сохранилось имя первого проповедника исламизму чеченцев. Им был некто Термаол. Он был человек красноречивый и жестокий. Увлекаемые потоком его речей, чеченцы покорились ему. В собрании всего народа он в торжественных словах описывал всемогущество бога мусульман. В ярких красках изображал рай, уготованный правоверным. Говорил о шестидесяти гуриях, хуриал, назначенных избранным. Гурия встретит своего суженного в райских вратах и, воспевая гимны предвечному и славе своего нового повелителя, отведут его в приготовленный для него дом, выстроенный из мускуса, золота и серебра испечренный дорогими камнями, алмазами, жаухар, яхантами, ягуд, изумрудами, зубаржат, и прочее. В нем будет находиться семьдесят комнат с великолепными ложами. Вечные уны и детственные гурии взоры свои, полные любви и страсти, будут обращать на своего повелителя, ожидая его приказаний. Они будут одеты в шестидесяти платьев, одно сверх другого, но от белизны их тел и частоты плоти через шестьдесят платьев будут виднеться мозги в их костях, как через чистейший кристалл. Говорил, что праведные будут иметь рост в шесть раз более своего нормального, чтобы в шесть раз более вкушать райских сладостей. Такие речи воспламеняли чеченцев, и те, которые хотя мало еще были в сомнении, тача же делались мусульманами. Народный фанатизм доходил до того, что даже старцы в последние дни жизни своей совершали обряд обрезания. Окружив себя усердными последователями, термоол начал смелее производить обращения и убивал противящихся, называя их врагами божьими, делим астахой. Браня-то, ныне столь общеупотребительная, в первый раз явилась у чеченца в то время. Говорят, что он имел обычай, убивший тысячу человек неверующих, один труп ставить вверх ногами, будто бы он раз в течение одного дня в подобную позу поставил три трупа, то есть убил три тысячи человек. И смягчался только тогда, когда жены убитых, накрыв свои головы котлами, выходили из домов своих в знак того, что им уже не для кого более держать огонь и воду. Когда наконец страна успокоилась, то эти жестокости термоола не были забыты народом. Он сделался предметом насмешек детей, представлявших в своих играх опрокинутые трупы. Не будучи в состоянии перенести такого унижения, он вырыл себе могилу и живой погреб себя. Погребая себя, он сказал, прощайте, мусульмане, теперь я уже больше не нужен вам, но приду тогда, когда вы почувствуете во мне нужду. Некоторые фанатики и теперь ожидают его появления. Могила его находится в Ичкерии, на земле Энакалинской фамилии. Но могильная плита одного из предполагаемых потомков шейха термоола. Современные исследователи Т.М. Эдберов и Ш.М. Хапезов, проанализировав надгробные эпитафии с упоминанием имени героя нашего повествования на нескольких надгробиях, выдвинули предположение, что на самом деле шейха звали термоола, имена его отца и его сына. Потом в преданиях имена термоола слились в одно – термоол. Годом рождения шейха Эдберов и Хапезов считают 1540. Так как многие представители рода термоола, судя по надгробным эпитафиям, носили кабардинские имена, исследователи сделали вывод о кабардинском происхождении этого семейства, обосновавшегося в селе Эникале в начале 15 века. И не забывайте подписываться на наш канал.